Итак, господа, я боюсь, это будет большой длинный ролик, но нужно уже поставить точку в этом вопросе, потому что очередное событие и очередная истерия, в данном случае я написал это название ролика, свихнутся на постановках. Нужно разобраться в этом вопросе, что происходит с россиянами, почему им сейчас на фоне тяжелой ситуации, когда и так люди живут в состоянии постоянного штресса, начинают, например, внушать вещи, не укладывающиеся в голове нормальных здоровых людей. Вот в этом и есть часть ответа на вопрос, и если вы слушаете каких-то блогеров, и вам кажется, что что-то с этим блогером, с информацией, которую он выдает, не так, то, как правило, ваши чувства вас не обманывают. Я не хотел в предыдущем ролике называть конкретно имя этого человека и его блог, по причине того, что я не хочу рекламировать простите и ***, но в этот раз мне придется это сделать, потому что очень много комментариев, и кроме того, меня лично задело и возмущает, когда человек не вполне психически здоровый, вещает на огромную многотысячную аудиторию, и, господа, здоровый социум должен защищать себя от подобного. Я сделаю небольшое отступление, вот мне как-то писали, у вас на Западе изымают детей из семей, это так бесчеловечно, кто имеет на это право, вот потому что здоровый социум думает вот о таких вещах. Если ребенок воспитывается в неблагополучной семье, родители могут, ну я не знаю, спиться, попасть в аварию и умереть, а ребенок с повернутыми мозгами будет жить в этом обществе, он будет ходить по улицам, он может сбить вашего ребенка, он может убить кого-то из ваших родственников, он может совершить какой-то поступок, от которого пострадают многие. Поэтому общество, пытаясь себя защитить во избежание будущих неблагоприятных поступков, изымают детей из таких семей. И это правильно, общество защищается. В России, к сожалению, социум больной. Там нет еще таких вот механизмов защиты себя самих от странных людей, от больных людей. К тому же психиатрия работает сейчас в России очень плохо, катастрофическая нехватка психологов. Поэтому различных психов, разной градации, разных вариантов становится очень много. Первое, что вы должны помнить, если вы здравомыслящие люди, старайтесь следить, что смотрят ваши дети, на каких каналах они зависают. И если что-то не так, пытайтесь объяснить вашему ребенку, что не все, что вещается спокойным тоном, ну вот, например, как на этом канале, о котором я буду говорить, есть на самом деле нормальная связная речь здорового человека. Мне придется еще сделать небольшое отступление, иначе мы никак не подойдем к разрешению этого вопроса. К сожалению, на лекцию о шизофрении нужно потратить, ну, может быть, минимум часов шесть, а то и два раза по шесть часов. Мне же сейчас буквально в нескольких словах нужно выразить суть, так как и так ролик будет длинным. Шизофрения, господа, это расщепленное сознание, когда сознание человека делится на два или даже на три мира. У шизофреников есть определенные паттерны поведения, их всегда можно заметить. Ну, например, они не следят за своим внешним видом, редко стригутся, причесываются, могут быть в помятой или в грязной одежде. Если ты стоишь рядом с шизофреником, у него могут быть непочищены зубы, может вонять. То есть они игнорируют средства гигиены, потому что считают, что внутренний мир намного важнее внешнего. Дальше у них наблюдается бред, который иногда очень трудно различить. Происходит это расщепление сознания еще в детском возрасте, когда, например, родители жестоко обращаются с ребенком. Реальный внешний мир становится невыносимым, и ребенок создает свой собственный мир, куда он прячется. Это мир его фантазий, это мир, где ему хорошо, тепло, уютно. В подростковом возрасте это может быть мир его книжных героев. Чем дальше прогрессирует шизофрения, тем меньше человек находится в реальном мире, тем больше он погружается в свой выдуманный нереальный мир. Но для него этот нереальный мир, он гораздо реальнее настоящего, и ему все чаще не хочется оттуда возвращаться. Поэтому, господа, если вы встречаетесь с людьми, которые пытаются вам навязать свой выдуманный нереальный мир, старайтесь себя изолировать от таких людей. Почему? Потому что шизофренические идеи сами по себе, они очень опасны. Вот послушайте, что говорит этот человек. Ну, я продолжаю анализировать традиционно странности и несостыковки всех вещей, которые происходят в Магнитогорске, и что нам показывают по ТВ. Ну, почему я это делаю? Я думаю, что всегда любые такие события так освещаются, чтобы максимально вытряхнуть эмоции из граждан, изменить их состояние. И Магнитогорское обрушение дома, оно очень серьезно повлияло на массовое сознание россиян. И то, как это событие показывают в СМИ, меня лично оскорбляет и возмущает. Как вы слышите, он говорит, что любая постановка делается для того, чтобы вызвать людей на эмоции. И он считает, что если люди проявляют эмоции, то это плохо. На самом деле это и есть то, о чем я говорю. Чем больше человек закрывается в своем внутреннем мире, тем больше проблем у него с социумом в целом. Спросите у господина Варгентина, где он работает, чем занимается, чем зарабатывает, как насчет семьи, дел обстоит детей и прочего. На самом деле здоровые люди должны испытывать эмоции. Если вас призывают отказываться от эмоций, это значит, что не вполне психически здоровый человек призывает вас стать таким же социопатом, каким является он сам. Люди, кто вытесняют эмоции, то есть они отказывают себе в смехе, в горе, в слезах, в переживаниях, они вытесняют эмоции в подсознание и это залог серьезных заболеваний. Кстати, русские люди сами по себе отличаются тем, что они действительно малоэмоциональны. Но понимаете, если с детства ребенка бьют по рукам или говорят «закрой рот», прекрати громко разговаривать, например, «не плачь, потому что ты мальчик» и прочее, дальше армия, школа, здесь встань смирно, тут помолчи и вырастает человек, который не умеет проявлять эмоции. Русских людей видно часто за границей, потому что у них такие каменные лица, они с трудом улыбаются. Русских, кстати, раздражают улыбки американцев или европейцев. Они считают, что эти улыбки натянуты. На самом же деле, дело в том, что сами русские не умеют искренне и улыбаться по любому поводу. Они лишены были этого еще с детства. Япония – страна, где тоже очень жесткие законы. И там давным-давно терапевты придумали способ, когда людей заставляют бить выдуманные фигуры, например, начальника или образ своей жены, тещи, просто кричать в помещении или, например, колотить по каким-то вещам. Для чего это делается? Именно для того, чтобы научить человека снова испытывать эмоции. Поэтому первое. Если вас призывают отказываться от эмоций, это призыв к ненормальному психическому состоянию. Теперь дальше. Этот человек свихнулся на постановках. Он, если вы просмотрите множество роликов, расскажет вам, что цифра 911, то есть это дата, когда произошел взрыв в Нью-Йорке, как мы все знаем, в 2000 году, он считает, что эта цифра имеет какое-то крамольное значение. Кстати, у людей с подобным типом психики всегда есть зацикливание на чем-нибудь одном. Это может быть религия, это могут быть какие-то колдовские ритуалы, это могут быть амулеты и прочее, или, например, какая-то определенная цифра. Итак, он считает, что все происходящее в России так или иначе связано с цифрой 911. Также он назвал свой форум, где он пытается во всех возможных местах находить вот эту самую 911. Собрал вокруг себя людей с аналогичным типом психики. Он считает, что мир, в котором живем мы, это матрица, и те, кто вырываются из матрицы, они начинают смотреть на мир по-другому. Конечно же, для того, чтобы вырваться из матрицы, например, нужно стать фруктоедом. Такую идею когда-то я читал в очень хороших, замечательных книгах Вадима Зеланда «Транссерфинг». Там, кстати, говорится о том, что вы будете влиять на людей и совершать чудеса. Если вы почитаете 9 книг Вадима Зеланда, то у вас тоже может появиться ощущение, что реальный мир не существует, а есть еще какая-то матрица. Итак, для давних слушателей господина Варкентина. Мне очень жаль. Я сейчас немного поломаю вашу картину мира. Но фильм «Матрица» и все части, которые вы видели, на самом деле это плод воображения режиссеров и сценаристов. Нео сыграл обычный актер Киану Рифф, кстати, большой неудачник по жизни. Его партнерша покончила с собой. Он до сих пор не женат, не имеет семьи и неоднократно пытался убить себя. Еще раз. То, что вы видите в кино, даже если вас это очень впечатляет, на самом деле не существует за пределами кинотеатров. Не принимайте бредни или, например, книги даже замечательных фантастов, таких как Вадим Зеланда «Чистую монету». Иначе вам недалеко будет до Будильника. Господина Варкентина я так и буду дальше называть. Итак, господин Будильник верит в число 911. Он ищет это число повсюду. Теперь мы понимаем почему. Он верит, что существует некая матрица, и мы, живущие в ней, то есть люди, существующие в реальном мире, мы живем с закрытыми глазами. Все происходящие события, все взрывы самолетов, Боингов, Ана, взрывы терактов в питерском метро, в том числе война, внимание, России с Украиной, все это постановка. В одном из своих видео он сообщает, что 30 тысяч погибших во время, как он говорит, так называемого конфликта в кавычках, ну разве можно это обсуждать серьезно? И он считает, что вот когда миллион, тогда это жертвы, а когда 30 тысяч, это всего лишь актеры. Он, конечно, не ищет информацию, что, например, во время афганской войны погибло со стороны России 15 тысяч солдат, и тем не менее это считалось настоящей трагедией. Конечно же, для украинцев, для тех, кто потерял своих близких, для тех, кто посещал солдат в госпиталях без рук, без ног, понятное дело, что война – это абсолютная реальность. Но этот человек, не выходящий из своей комнаты, имеющий наверняка проблемы с социумом в целом, распространяет мысль, что, дескать, не переживайте, нет никакой войны. Это всего лишь Порошенко договорился с Путиным, и теперь они показывают кино каждой своему населению. Цель, спросите вы, а цель такая – разжечь национальную ненависть. Господин Будильник расскажет вам, что 30 тысяч – это ерунда, что защита Донецкого аэропорта – все это, господа, постановка, для того, чтобы вы начали ненавидеть друг друга. А если вы поверите господину Варкентину, просто купите новую упаковку попкорна и смотрите новое кино, которое вам покажет правительство. На этот раз это кино называется «Взрыв в Магнитогорске». Конечно же, там тоже постановка, и сразу же, через несколько часов, как это только произошло, вышла первая часть его разоблачающих видео. Их, кажется, сейчас уже пять или шесть. Давайте посмотрим «аргументацию», которую предлагает господин Будильник. Ну, например, вот здесь он говорит, что ребенка, которого вытащили, прежде просто подложили. Вот в этот момент ребенка заклали для изъятия и чудесного спасения. Потом вот, когда здесь МЧСник вот идет сюда, и камера вверх уходит. Что он там делал, непонятно. Вы видели сейчас какие-то доказательства того, что ребенка подложили, что этот МЧСник вообще что-то там ложил? Я – нет. Если вы здоровы, вы тоже ничего не видели. Но вам внушается мысль, что МЧСник мог в этот момент что-то подложить. А почему бы это не быть 11-месячному ребенку? Теперь смотрим дальше. Видео, которое показывает момент поднятия или вытаскивания ребенка из той ниши, где он оказался. Господин Будильник считает, что все люди, находящиеся там, – это актеры. Господа, скажите мне, где у вас готовят таких классных актеров? Как мы знаем, актеры пытаются всегда передать максимально возможные человеческие эмоции. И если им удается, говорят, что это редкий дар. А здесь вот пять человек, и у всех эмоции настоящие. Если вы психически здоровы, то вы поймете, что это невозможно сыграть. Именно ракурс этого «спасения» именно с того смартфона, который был на других камерах, и тут качество нормальное. «По трех цилиндрах?» «Нет! Сюда! Заберут, есть куча народов!» «Давай, давай, давай!» «Цилиндр! Цилиндр нужен?» «Одеяло!» «Да вот, блядь!» «Принимаю! В реанимацию побегу с ним!» «Давай быстрее! Быстрее!» «Да тихо, ёбь, мать, блядь!» «Не надо оставаться, что орешь, блядь!» «Тихо, я вот меня до ноги держу!» «Я, блядь, я ухожу!» «Не упал, блядь!» «Я не вижу, куда вставать!» «Не вставай!» «Давай, держите меня!» «Дорогу, блядь! Всё!» «Дорогу!» «Такое видео!» А сейчас вы услышите объяснение, которое зачитывает господин Будильник. Какой-то фантазер описывает ему свои личные переживания. Ну, например, интересен момент, когда они говорят, что человек с рюкзаком, актер, конечно же, в их представлении, это обязательно должен быть актер, а не, например, медицинский работник, который должен иметь какие-то аппараты при себе в случае экстренной помощи, потому что невозможно, знаете ли, забираться на руины, спускаться за аппаратом, а потом подниматься снова. Поэтому такие вещи он обязан иметь на своей спине. Но нет. Господа говорят о том, что это всего лишь актер с рюкзаком. Группа актеров в масках и какой-то пузатенький подполковник загораживают ракурс для видеокамер. 2.28. Пузатенький подполковник очень расстроился, что ему не хватило физической подготовки пробиться подполковнику Гриценко для того, чтобы перехватить ребенка. Его оттесняют от почетных грамот, от наград и очередного звания. Ребенка захватывает актер в полной амуниции здоровеньким рюкзаком. Рюкзак ему сейчас тут зачем? Баллоны с кислородом на спине. В этот момент нужны как трамвай у крылья. Дальше в кадре попадает какой-то полковник. И послушайте, как описывают полковника, как бы наталкивая людей на мысль о том, что все полковники без исключения дебилы. Что, конечно же, если в кадр попал полковник, то он просто играет роль. Он изо всех сил хочет получить ребенка. Это все, господа, вот все, что вы сейчас услышите. Это чьи-то фантазии. Ничем не подкрепленные фантазии, которые автор канала зачитывает как аналитику момента. Слушаем очень внимательно. 2.35. Каковременная остановка. Позатенький подполковник еще надеется, что ребенка передадут ему. Это было бы логично, так как он налегке. У него нет ни рюкзака, ни амуниции. В кадр попадают два генерала МЧС. Они изображают активное участие в спасении. Генералы. Из-за камер слышатся команды. Давай, давай, быстро, быстро. Но поскольку подходят генералы, то кричать эти массовочные команды как бы неприличные, поэтому они на секунду умолкают. В кадр попадают два генерала МЧС. Они изображают активное участие в спасении. 2.37. Пауза затянулась более чем на 2 секунды. Группе офицеров, в скобках подполковником, полковником и генералом, словно мальчишкам командуют. Давай, давай, ну бегом, бегом, быстро, бегом. Позатенький подполковник бежит словно Косолапый мишка. Генералы все же не побежали. Вот такой эпизод. И, ну, Дима пишет, «Я в армии служил, ни одного генерала не видел. Командиры пограноотрядов, полковники, иногда даже подполковники. А тут целых два генерала. Генерал – это начальник целого округа, не меньше. Когда генерал куда-то приезжает, то ему оказывают почте, как китайскому императору. А тут стояли, дежурили, словно часовые на складах. Наверное, замерзлен. На параде 9 мая впереди колонн шагают офицеры, полковники, настоящая элита. Вызывает восхищение. Но это мизер. Скажу, что это абсолютное большинство офицеров этого уровня. Это омерзительные, тупые, наглые, пьющие создания, которые проявляют себя в подковерных сражениях. То есть, обладают самыми низменными человеческими качествами. Как говорил Левченко, фронтовой товарищ Шарапова. Морда красная, хоть прикуривай. О таких же офицерах рассказывал лучший рассказчик чеченской войны милиционер Виноградов. Ну, а перед этим Дима пишет, кто служил в армии, тот поймет бред этого эпизода. Кто служил в армии, тот поймет бред этого эпизода. Еще раз в защиту полковников. Я известный критик путинского режима. Вообще, меня называют чуть ли не самым главным русофобом на YouTube. И я ни от чего не отказываюсь. Но сейчас мне стало немножко обидно. У меня есть друг, бывший мой одноклассник, который живет и работает в России. Он полковник. Я хочу сказать, что в школе мы дружили больше восьми лет. Абсолютно нормальный, адекватный парень. Закончил школу с отличием, показывал прекрасные результаты. Когда мы узнали, что он решил делать военную карьеру, все были удивлены, потому что ему пророчили карьеру физика или математика. Теперь ему больше сорока лет, как и мне, и он, господа, полковник, был в горячих точках где-то там. Все прекрасно понимает всю ситуацию в России, ждет своей пенсии и собирается уезжать из этой страны. Я хочу сказать, что мой друг адекватный полковник России. И я уверен, что таких полковников в России много. Несмотря на то, что население по большей части сходит с ума, несмотря на то, что там есть свои ватники, гопники и прочее, там тоже есть хорошие, нормальные, адекватные люди и есть профессионалы даже среди военных. Поэтому говорить, что какой-то там человек переходит, идет какой-то косолапой медвежьей походкой, и поэтому он дурачок. Извините, о чем речь? О чем вообще несут эти люди или этот автор? А теперь самое главное. Вы запомнили, что он сначала показывает вам якобы постановку спасения этого младенца. Ну, конечно, если бы человек был адекватен, он бы посмотрел другие случаи спасения людей. Очень часто в нашей жизни случаются настоящие чудеса. В разных странах спасали разных людей, в том числе детей. Для тех, кто до конца не понимает, ребенок находился в кроватке, он лежал на матрасе. Не на холодном полу, он был одет в носочках, у него было одеяло. К тому же, где-то сверху стоял не то ли диван, не то какая-то вещь. Плюс ребенок все-таки оказался с оморожениями. И никто не говорит, что его вытащили оттуда в прекрасном состоянии. Итак, этому будильнику пишет реальный человек, работающий в Магнитогорской больнице. Послушаем, что пишет этот человек. Привет, Вильгельм. Посмотрел твои ролики про Магнитогорск, решил написать по одной причине. Во-первых, ранее смотрел твои ролики «Разоблачение про Керыча». Кстати, благодарен. Создалось впечатление, что есть попытка серьезно проанализировать причины, докопаться до истины, а не зарабатывать на просмотрах. А во-вторых, сейчас наблюдаю, что ты перегибаешь палку. Дело в том, что я работаю именно в этой больнице. Это про Магнитогорск. Могу подтвердить, что пострадавшие дети, фамилии, отчество, ты их знаешь. Это реальные люди, извлеченные из-под завалов. Подросток до сих пор находится в детской больнице. Сегодня переведем в травматологическое отделение. К нему каждый день приходит мама уцелевшая, а бабушка лежит во взрослой больнице. Вот я ее видео показывал. С переломом пальца. Получено при обрушении. Их квартира на третьем этаже была. Мне удалось позавчера побеседовать с ним в палате. Как им удалось выкарабкаться, он толком не понимает. Говорит, что мать, бабушка как-то выбежали сами, а его уже доставала пожарная бригада. Они первые прибыли на место происшествия. Спасали тех, кто снаружи находился. Он пробыл в согнутом положении больше часа, пока его достали. Отморозил ступни. Позавчера же доставили 10-месячного младенца с выраженным общим перехлаждением, крашу синдромом, обморожением стопы. Когда его осматривали, в приемном покое кожа была обсыпана цементной крошкой. Как он выжил? Ну, во-первых, со слов МЧС, от полного раздавления его спас каркас от кроватки. А, видимо, удачное положение этой кроватки, которую плита не прихлопнула. Во-первых. Во-вторых, хоть магнитогорские ночи минус 27, но учти, обрушившаяся масса завала остывала медленно, постепенно. И, как говорят, ребенок был в идеале, в носочках, да еще и в памперсах. И тоже остывал постепенно, нерезко. Организм успевал приспосабливаться. К слову, на рентгене у него обнаружили контраст в кишечнике. Потом только дошло, что это цемент, который он наглотался в первые часы после обрушения. Родители, которые явились в больницу через несколько часов, если бы ты видел их лица, то, думаю, про постановку ты бы не упоминал. К ребенку выехала бригада из Челябинска для транспортировки. В дороге уже те узнали, что вылетел борт из Москвы. Тогда встал вопрос, кто из родителей полетит с ребенком. Выяснилось, что документов у них, как и дома, тоже нет. Пришлось улаживать вопрос с аэропортом. Ребенок был транспортирован в Москву на частном самолете. Мать туда не пустили. Она вылетела обычным рейсом. В общем, фильтрую информацию про МЧСника, подставной он или настоящий, ничего не могу сказать, но для информации могу сообщить, что когда общался с Сергеем, пострадавшим подростком, специально задал вопрос, чувствовал ли он накануне вечером или ночью запах газа. Он сказал, что нет. И, кстати, приезжал ли Путин к настоящему мальчику и общался с ним. Могу заверить, приезжал и общался. Об этом говорит весь персонал, дежуривший 31-го. Кстати, поместили его в реанимацию по одной причине, хоть он и не был нереанимационный больной, в связи с масштабом происшествия и облегчением доступа высоких лиц в СМИ. А вот это вот и есть постановочные сюжеты. И эпизод в кавычках спасения младенца это за грани добра и зла, потому что вы не понимаете, что такое минус 27 градусов. Вот просто не понимаете. Это холодно и шансов там выжить у живого человека в таких завалах после 35 часов нахождения без движения не было. Это вероятность равна нулю. Ну, что бы сказали вы, прочитав подобное письмо? Скорее всего, вы бы подумали, ну, если вы здравомыслящий и здоровый, конечно же, человек, вы бы могли, ну, может быть, принести свои извинения или на секунду задуматься, может быть, меня не в ту сторону несет? Ничего подобного. В придуманном будильнике мире все, конечно же, ерунда. Прочитав письмо, а он заранее его, конечно же, прочитал, он все равно в начале показывает спасение, как он говорит в кавычках, и читает свои разоблачительные комментарии. То есть, письмо этого человека на него совершенно не подействовало. Он ни на секунду не засомневался в том, что спасение было настоящим. Но, я еще раз говорю, обратите внимание на глаза, на вид, на спокойный тон. Человек совершенно уверен, что то, что он говорит, и есть истина. Почему? Да потому что для него реального мира или реального мнения людей не существует априори, в принципе. Дальше, человек этот описывает, что ребенок, с которым якобы встретился Путин, ну вот тот самый обмазанный зеленкой, которого уже очень умные люди направили куда-то там в родильное отделение, потому что там на фоне где-то весы, что вполне, кстати, может быть в обычной детской больнице. Вы обратили внимание, что человек пишет, почему этот ребенок там лежит. У него тоже обморожены стопы. То есть он не получил сильно больших повреждений, но у него проблемы с ногами. Ну вот не успели показать в кадре ноги этого мальчика, а то так может быть бы кто-то и убедился, что лежащий ребенок, даже если он не при смерти и не подключен к капельнице, тоже может иметь свои проблемы после подобной аварии. Я говорю это к тому, что вас призывают смотреть кино, не обращать внимания, не испытывать эмоции. Вас призывают быть небдительными. В одном из комментариев я спросил большого поклонника блудильника. Послушай, а что если в следующий раз ты действительно попадешь в такую ситуацию, что будет террористический акт или взрыв, будет рядом лежать человек, истекать кровью, а ты просто уверен в том, что все происходящее вокруг тебя есть постановка, и люди, участвующие в таких делах, конечно же профессиональные актеры, а кровь это не кровь, а всего лишь краска, ты помашешь этому человеку и скажешь ну привет, хорошо отрабатываешь роль, и пройдешь мимо. Вот почему внушение мысли о постановках вредоносно для общества. Представьте себе, если многие 15, 20, 30 тысяч людей, слушающие этого будильника, на самом деле уверуют, что все, что происходит постановка. Никто из них не будет помогать ближнему, никто из них не будет пытаться остановить кровь, делать искусственное дыхание, потому что они будут уверены, что все вокруг них всего лишь спектакль. Поэтому господа, это в ваших интересах, в ваших интересах, если вы здоровый социум, ограждать себя от подобных людей и подобного мнения. Конечно же, мы не сможем каким-то образом запретить будильнику находиться на YouTube, он будет продолжать здесь находиться. Если закроет этот его канал по тяжести жалоб, он откроет другой, и будет все последующие события, пытаться натянуть все на тот же глобус. Ну, потому что его мышление ему не дает возможности думать, анализировать по-другому. Но вы, если вы здоровы, должны думать, если вам на самом деле несут чушь, думайте, стоит ли ее воспринимать. Видите ли, господа, в тяжелые времена всегда происходит так, когда у людей как бы от стресса и от всего происходящего сносит крышу, ну, в самом прямом смысле, на первое место выходят шарлатаны, гадалки, мошенники и всякого рода конспирологи. Прекратить это сложно, пока общество не начнет внутри оздоравливаться или, вернее, когда не изменится ситуация. Пока что невозможно оградить себя от подобных чудиков. Их будет множество, потому что на плохих новостях всегда удобно делать рейтинг. Ну, и людям вообще свойственно верить, что все происходящее вокруг не так страшно, если это всего лишь кем-то придуманный сценарий. О том же, что может быть на самом деле за взрывами в Магнитогорске, возможно, мы еще поговорим. Я готов рассматривать версию о том, что это мог быть неудавшийся террористический акт. Но я абсолютно уверен, что все, что там происходило, начиная от МЧС, врачей, которые там участвовали, людей, которые эвакуировались, те, кто находится в больнице и прочее, никакая это не постановка. Наверное, можно сделать отдельный ролик, где нужно рассказать, что такое террористические акты, для чего они делаются, что они, как правило, преследуют какие-то цели, террористические акты всегда кем-то заказываются, террористические акты, если речь идет о рейтинге президента, никак не могут поднять его рейтинг, а наоборот только опустить. Ну и самое главное, для ищущих какой-то конспирологии, господа, ищите мотив и смысл. Если вы найдете мотив, вы ответите на часть вопросов. Дальше ставьте вопрос «Такой смысл?» Какой смысл производить подобного рода взрыв, если вы не террорист и не заявляете своих требований? Какой смысл создавать себе проблему, размещать много десятков людей или выплачивать каждому миллион компенсации? Какой смысл делать подобный взрыв 31 декабря в стране, где это чуть ли не самый главный праздник? Итак, ищите смысл и мотив. Если вы найдете их, пишите мне в комментариях, мы можем это обсудить. Но ради Бога, давайте будем оставаться все-таки в здравии. И если не вполне психически здоровые люди призывают вас отказаться от последних остатков здравого рассудка, скажите себе «Стоп! Вот кое-кого я слушать не буду, потому что я склонен верить во всякие там конспирологии, и эта позиция может меня затянуть». Такие вот дела Будильник, если хотите знать, мое мнение поломан. правда он об этом пока не подозревает. Ну данный ролик он посвящается моей стае, то есть моим подписчикам, кто меня постоянно смотрит, кто является моим сторонником. Малайзийский Боинг, когда постановочно сбили, то все стороны играют свои роли. То есть ополченцы отрицают, что они сбивали, Украина отрицает, что она сбивала. И вот общее мнение европейской всей нации, что это вот сбили путинский этот Боинг. На самом деле это крушение было постановочным, это хорошо расследовано на форуме 911. Можете посмотреть, там очень много материалов, там только перечисление аргументов несколько страниц занимает. Но это далеко не единственное было постановочное крушение транснациональное. Синайский аэробус тоже. Вроде как с Россией связано с Египтом, но вот он постановочно был сбит. То есть ростовский Боинг также был, это постановочное крушение, это тоже транснациональные вещи. Расследовали все эти крушения в кавычках США, Франция, Международный авиационный комитет. Но они все спокойно пишут, что самолет разбился, крушен, для Украины были характерны постановки военных действий, для Сирии тоже постановка войны, то есть во многом виртуальной и с реальными естественно жертвами. А те, кто не разделяет мои взгляды, мои мысли, они могут вам просто повредить. И если вы продолжите смотреть данное видео, то я вам не гарантирую, что вашей психике может быть не причинен ущерб.